С ним чё-то нечистое. Мы трусы её не рассмотрели, кстати говоря. Не дали возможность. Я сперва захотел карманы обыскать. Ладно, надо взять за правило. Когда в следующий раз я буду... Ну, кого-то рассматривать, сперва надо рассмотреть трусы, а потом уже карманы. Это полная херня. Как и было не всегда. Да, дело в этом заключении. Он следит, чтобы в универси ничего не грозило. Джек, я не знаю, где они. Это твой бар, у тебя должны быть дротики. И обычно у них... Чё-то я... Чё-то, ребят, я маленько плыву. Добрый день, леди и джентльмены. А мы к вам... Ну же, Холли. Мне нужно развлечься. Или чё он там сказал? Вовремя. А, чё, страшно тебе? Предусмотрительно. Мне нужно поговорить с Холли. Пожалуйста, Холли, это важно. Мисс Снежка, слышу, у вас было типа странное утро. Думаю, странное утро было у всех. Теперь этот парень худеет с каждой нашей встречи. Это поразительно, он худеет. Но каким-то образом остаётся качком. Джек, волчок, дружище, как поживаешь? Потому что, ты знаешь, мы просто говорили о тебе. Все из нас. В баре, мы... Просто нужно поговорить с Холли. Лично. Ладно. Только удели мне секундочку. Мне очень хочется услышать насчёт тела, которое нашли в реке этим утром. Это было сказание, да? О, да все знают. Жаб был тут только что. Сказал, что он похож на Белоснежку. Это правда, милочка? Да. Это правда. Мы были так удивлены, почему из всех возможных подозреваемых в Эйбл Панне ты арестовал бедного дровосека, который не связан с этим убийствами. Бигби, ну же. Ты не можешь быть таким... Джек, закрой рот. Сейчас же. Что с вами такое? Ты, Грен, вы предлагали взб... Ээээ... Сбунтоваться, когда тут появится большой страшный серый волк. А когда он пришёл? Поджали хвосты? Он отпиздил тебя, ты помнишь об этом? Струсили? Что случилось? Что случилось? Я устала. Вот что. Джек, может, хватит? Что? Бигби, слушай. Два сказания мертвы. И чёрт побери, сестра Грена. Холли сестра потеряла, что ли, несколько дней сейчас? И мы не слышали слова о том, что она от любви. Выгнать Джека. Эй, полегче! А, блядь, Джек это запомнил. Тебе пора на выход. Съеби отсюда подальше, Джек. Грэн, ты даже... Тебе нужно подучить новые слова. Хорошо, тогда. В самом деле, есть ли какие-либо обновления? На мою жене? Я не знаю, как сказать тебе, Холли. Женщина, которую мы нашли в реке. Кто это? Ты знаешь, кто это. Да твою ж мать! Зато, дорогая мать её принцессы, Делоснежка, цела, невредима. Где ты был, когда мы сообщили об этом неделе назад, а? Где ты была, когда нам нужна была помощь? Если бы вам дело было бы до нас, Вы могли бы спасти её. Они могли бы позаботиться. Её могли... Не трогайте её. Так, на выход. Не трогайте её. Я ни за что её не оставлю с тобой. Не волнуйся, Холли, мы найдём убийцу. Я разорву его на части, я ж волк. Снежка, может быть, ты с ней поговоришь? А то я тут вчера, понимаешь ли... Валите нахуй из моего бара. Я просто... Это должна была быть ты. Ты, а не кто-то другой. Мы нашли это у неё. Думаю, тебе стоит её забрать. Я... Блин, я даже не знаю. Молодец, Снежка. Давайте похвалим её. Ты... Молодец. Видите, она улыбается. Да, я молодец. Грен, да. Можешь ненадолго отойти. Ты уверена? Ну, посмотрите на мордашку Снежки. Она не может быть плохой. Я не так много знаю о её жизни. Честно говоря, мы не часто общались. Кто ещё может знать? У неё есть друзья? Кто-нибудь мог бы знать... Больше? Кто бы мог бы нам рассказать? Я не знаю о её друзьях. Она в основном околачивается там, где работала. Она работала проституцкой, чтобы расплачиваться за квартиру. Наверное. Мне было больно осознавая это. Она задолжала тем, на кого работала. Потом в сраном клубе называется... Владелец Джорджи со всеми его грёбанными гонорарами. Грошок от горшка дерьма. Ой, ребят, я не знаю. У меня почему-то половые слова. Кто такой Джорджи? Что ты знаешь, Аня? Мы можем просто сходить и поговорить с ним. У неё есть... У нас есть улика. Лелли. Блин, очень быстро истекает время конкретно в этом диалоге. Поэтому я, наверное, буду отмалчиваться, если будет вот так быстро. Она... Где она? Она в администрации. Они позаботились. Мне придётся сходить и собрать её. Блядь. Пожалуйста, мы можем организовать похороны. Нет, нет, это типа... Так, мы можем... Я поговорю с Крэйном. Я поговорю с заместителем, мэра Аббатом. Мне не стоит принимать решения без него. Это очень важно для меня. Слушай, почему тебе не сходить к нам в администрацию? Мы посмотрим, что можно сделать. Всё, женщина, я вас оставляю. Я поехал в следующий клуб. В клуб? Я тут же... Я туда съезжу, поговорю с владельцем. Ты был добр с ней? Я впечатлена. Ну, конечно. Правда. Спасибо. Это всё облегчает. Ох, Снежка. Зря ты его отпустила. Зря ты его одного отпустила. Он сейчас взбунтуется там и начнёт вести себя, как страшный серый волк. Ребят, не знаю, почему... Блин, наверное, стоит отдохнуть. Просто слова перед глазами, просто, знаете, они плывут. Да ещё убирают такой оттенок, что... Ну... Некоторые субтитры сливаются с фоном. Так. Клуб «Сладкий десерт». Вечер. Так, меня уже встречают, да? Оу. Шериф, какой приятный сюрприз. Раньше я вас здесь не видела. У меня есть вопросы к Джорджи. Значит, перейдём сразу к делу. Вам повезло. Он здесь. Пойдёмте. Я должна предупредить, что Джорджи не любит, когда ему мешают во время работы. Я умею находить с людьми общий язык. Можешь не переживать. Да, я слышала. Блин, сейчас ещё в спину, не дай бог, ударят. Будет не очень приятно. Добро пожаловать в сладкий десерт. Здесь мы помогаем жителям в Эбблдауну удовлетворить их разнообразные потребности. Ты знал, Лили? Зададим вот так прямой вопрос. Ты знала, Лили? Она здесь работала? Мои уста закрыты. Лучше спроси об этом, Джорджи. А, мои уста закрыты. У неё тоже ленточка, кстати говоря, на шее есть. Блин. Контент 18+. Ёбаный в рот. Что ты творишь? Ты выглядишь, как ты пытаешься убрать шею. Кто хочет это? Нет, никто не хочет это. Хороший место. Ты у тебя есть чувство юмора. Это хорошо. Удачи. Я просто боюсь, что Ютуб будет ругаться. Ладно, давайте обойдём в бар. Посмотрим, что здесь можно сделать. С вышибалой поговорить нельзя. О, это ты. Мы закрыты. Продолжай танцевать. Я не говорил останавливаться. Ёбаный в рот. Ты. Стойте прямо там. Не даже думай о сидеть. Так. Оставь её в покое. Оставь её в покое, ублюдок. Она это запомнит. Хорошо. Как скажешь. Чего ты хочешь? Пришёл сюда немного поразвлечься? Знаешь что? Возвращайся после полуночи. Я смогу вас познакомить. Или, зная тебя, она, возможно, не в твоём вкусе. Ты prefer someone, who can take a bit of a beating. Пошёл нахуй. Ты prefer a stationary target, or one that will put in the fire. Пошёл нахуй, Джорджи. Пошёл нахуй, Джорджи. Пошёл нахуй, Джорджи. Большой страшный серый волк. Боже, Бигби, ты такой проста. И мне это нравится. Нет, правда, нравится. Так, мы уходим далеко от темы разговора. Ладно, хорошо, шериф. Я просто прикалываюсь. Слушай, я знаю, зачем ты здесь. Что, правда? Что, правда? А ты уверен? Слушай, шериф, здесь мы не можем ждать, пока ты и твои богатенькие дружки заинтересуются нами. Мы должны присматр... Случается что-нибудь плохое, и я узнаю об этом. Особенно, или это касается моего бизнеса. Тогда, я думаю, ты знал, что Лили изочаровали. Ну, разумеется, да, он. Она ведь тролль. Нет, не в этом смысле. Шары превращали её в другое сказание. Да? Ну и что? Это незаконно. Ты знаешь, что это незнакомно. Выдавать себя за другое сказание. Это незаконно. Это незаконно, потому что я так хочу. Тринадцатый этаж никогда бы не сделал такие чары. Их приобретали на чёрном рынке. О, чёрный рынок. Как захватывающе. Этого стоило ожидать от такого громила, как ты. Врываешься, разобрасываешься обвинениями, запугываешь людей. Да далеко, блядь. Доказать свой... А, блядь. Показать фотографии. Он был что-то, ты знаешь. Теперь смотри на него. Ну, давай. Давайте вот так сработаем. Нравится тебе? Убери это с моих глаз. Это. И нашли у тела Лили. Это было частью заклятия. Посмотри внимательно. Её зачаровали под белоснежку. Зачем? Ты всё неправильно понял. Даже если Лили зачаровали, то это было не для меня. Мне не нужны неприятности. Тогда для... Тогда для кого она это сделала? У неё были клиенты к Биг Би. Может, у кого-то из них были чары в Фэбл Тауне. Например. Посмотри в зеркало и увидишь. В любом случае, я здесь ни при чём. Продолжай. Ты что думаешь? Я вот так просто тебе позволю? Ударить с большим ударом. На тебе! Говнарь. О, нет, блядь. Джорджа это запомнил. О, да. Он это запомнил. Ты! Уйди со своими игроками, ебалом куда-нибудь подальше. Ебаный мать твой в рот. Гордишься собой, парень? Гордишься? Чё здесь устроил? Фокси. Съеби, Ганс. Эй! Ганс просто подрабатывает здесь уборщиком и вышибал ее. Он ничего не знает о девчонках и их клиентах. Этого никто не знает, понимаешь? В этом вся суть. Мы гарантируем негласность, понял? Именно поэтому никто ничего не знает, включая меня. Я просто закрываю глаза и беру деньги. Вот и всё. А может, позвольте? В каком смысле? Разве у тебя нет книжечки, в которой записана вся информация о девочках? Ты грёбанный кретин. Покажи её мне. Нет никакой книги. А что есть для тебя, Ганс? Нужно научить тебя обращаться. Я даже знаю, с чего начать. Эй! Это моя личная собственность! Так. Сломать магнитофон. Ха-ха! Валяй! Давай! Делай, что умеешь! А с большим удовольствием! Я с большим удовольствием, Джорджи! Ты же этого хочешь, да? Пам! 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 Джорджи это запомнили. Нет, нет, нет! Ах ты, мудак! Ну давай, эй, полегче. Сломать автомат сигаретами. Хе-хе-хе. Почему бы и нет? Хе-хе. По-моему, это классно. Я обожаю громить места. Оп. Новые сигареты. Не трогай. Даже не думай об этом. Хе-хе. Разбить телевизор. Ха-ха! Ёбаный в рот! Хе-хе. Слушайте, мне это даже нравится. Не трожь. Подойми. Пнуть бочонок. Ну давай. Джорджи. Все могло быть куда легче и проще. Так, так, что это? Похоже на сейф встроенный. Не знаю. Он был здесь, когда я купил это место. И ключи у меня нет. Шериф, ты успокоишься? Черт, да мне на... Хе-хе. Ударить Джорджи. Ну давай. Тебе понравилось, шериф? О, да. О, да. Мне очень нравится. Господи. Ты меня убиваешь. Умоляю, остановись. Я заплачу. Разбить вывеску. Ах, ебаный в рот. Ну, давай. Брось, дружище. Просто не трогай. Там ничего нет. Ах, сломать диджейский пульт. Большим удовольствием. Просто дай мне книжку. Ах, блин. Это ведь стрип-клуб. Вот что теперь девчонки будут танцевать? Под крупную гармошку? Или казу? Невероятно. Ой, а вот и ключик. Иди за мной. Ну вот чё, сразу так нельзя было. Джорджи, всё могло бы быть куда легче и проще. Ты мог мне просто дать книжку. Ты мог просто дать мне ключик. Если б ты сотрудничал, ничего такого бы не произошло. Ой, а видишь, а ты говорил, что у тебя нет ключей. Спасибо за сотрудничество, мистер Джорджи. Вот, это последний выход Лили. Итак, Джорджи, скажи, кто такой мистер Смит? Господи, Бигби, боюсь, что это фальшивое имя. Если я раскрою личность клиентов, то мой бизнес накроется. Это известно всем. А что за 207? Мне, блять, откуда знать. Может, раз... Ну не в риме, Джорджи. Это твоя книга. И твои девочки. Я не секретарь. Я представляю им сцену. Музыку и эротическую атмосферу, чтобы привлечь клиентов. Так, ну давай присядем. Девочки сами договорятся с клиентами и идут ни при чём. Девчонки сами договариваются с всякими мистерами Джонсами и миссисными Иксами. Всё, что случается вне клуба, меня не касается. Я организовываю встречи. Забираю деньги и на этом заканчиваю. Блин. Составляю на тебя жалобу. Да, конечно, составляю жалобу. Мне всё равно не нравится это место, хотя выглядит оно довольно классно. Так, сигарету возьму. Алло, администрация? Так, закурить. Почему бы и нет? Смотрите, какой у него телефон там. Только ты исторический. Мне нравится твоя атмосфера, да. Такс. Кто-то выглядывал из-за двери. Янка тонко намекает на то, что пора бы зайти сюда. Так, давайте посмотрим. Косметика, неинтересно. Записка. Чё за записка? Вера, спасибо, что прикрёла меня сегодня. Нам нужно поговорить прежде, чем ты отправишься в квартиру. Лили. Это состыкуется с тем, что рассказал мне дровосек. Так. Полка. Полка. Ладно, я же шериф, да? Я должен всё исследовать. Так, это полочка Лили. А здесь что у нас? Вера. Две подружки рядом. Так, шкатулка, что здесь? Замок сломан. Хм. Ну, видимо, сломано. Но ведь здесь даже нет замка. Помада, блеск для губ. Компактные. Бра. Вы субтитры не можете держать подольше. Так. Ещё раз исследовать можно. Да и всё, вроде бы, больше здесь ничего и нету. Прошу прощения. Я слышала, что ты хотел. Я не понимаю, чтобы ты отсюда приходил. А, не понял, чтобы ты сюда приходил. Блин, я не успел прочитать, что на X написано. Ты пытаешься сделать так, чтобы... Блин. Подержите субтитры подольше. Когда-то меня звали русалочкой. Давным-давно. Как тебя теперь зовут? Что они называют? Так, как хотят клиенты. Моё имя Нериса. Что ж, Нериса? У меня есть несколько вопросов. Конечно же есть. У меня нет ответов. Их тебе придётся найти самому. Последняя ночь с Лилей. Ты видела Лилей за ночь перед смертью? Знаешь, куда она пошла или с кем она была? Нам нельзя говорить о работе. Я расследую убийство. Мне правда нельзя. Мои уста закрыты. Мы гарантируем негласность. Люди постоянно повторяют эту фразу. Люди постоянно повторяют эту фразу. Что она означает? Нериса это запомнила. Вот что мне нужно узнать. Последний выход Лили. Кто такой мистер Смит? Где находится комната 277? Мне нужно знать. Мои уста... Шериф Волк. Хотели бы вы встретиться со мной? И что ты предлагаешь? Вы могли бы встретиться в обычном месте. Ладно, и я понял, что ты имеешь в виду. Не, блин. Что мне нужно сделать? Дай мне 150 баксов. Мне нужны деньги. А, блин. Заплатить ей. А, у меня нет. Блин. Вот досада. Она могла бы мне все рассказать. Подожди здесь. Она что-то знает, но не может сказать почему-то. Так, она говорит, уста закрыты. Вот девушка, которая встретила нас здесь, тоже уста закрыты. И еще кто-то говорил. А, и девушка в самом начале. Не 207? Ты что-нибудь придумаешь. Отель объятия. Там они встретились. Наслаждайтесь пребыванием. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Так, и девушка в самом начале, говорит, тоже уста закрыты. И с самого начала девушка акцентировала внимание на ленточку на шее. У нее тоже ленточка. Вот у девахи тоже была ленточка, которая встретила нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...